Сегодня мы испечем пирожное Бельзе Павлов. Сюда мы выливаем 5 белков, которые я уже отделила от желтков. Желтки у нас остаются. Мы их убираем в сторону. Используем для чего-нибудь еще. Так, положим щепотку соли для того, чтобы белки начали лучше взбиваться. Здесь у нас взвешены 30 грамм крахмала, 30 грамм муки, 290 грамм сахара. Сейчас включим взбиваться на небольшой скорости до легких пиков. Потом начнем добавлять в сахар. Легких пиков у нас взбилось. Сейчас начинаем постепенно добавлять в сахар. Получилась такая стабильная масса белковая. Видите, что она держит форму свою для стабилизации, чтобы белок у нас в последствии не опустился, а немножечко был стабилизирован. Добавим в сахар. Добавим в сахар. Добавим в него небольшое количество лимонной кислоты. И еще немножечко повзбиваем. Держим форму. Так вот мы измельчили плитку черного шоколада. Добавляем к нему 30 грамм крахмала. И 30 грамм муки, который положился в фористику. Все это мы сейчас соединим вместе. Превратим их в грязного цвета в муку. И будем постепенно вводить уже в белок. Теперь небольшими порциями будем вводить в белок вот эту массу. Перемешивать таким вот образом, чтобы белок у нас не осел. Поставили сейчас сварить 250 грамм клубники. Положим в нее 100 грамм сахара и небольшое количество воды. Она закипит. Мы из него сделаем как густой кисель. Разведем крахмал и все это приведем в такое состояние густоватой кукурузы. Разведем холодной водой и будем вводить его, чтобы образовалась вот такая густая масса. Мы, конечно, положили клюкву, он будет яркий, насыщенный цвет. Так, сейчас мы положили в миксер 200 грамм сметаны. Вообще нужны сливки, но мы так сливки не нашли. Постараемся сделать крем в сливок с добавлением сливочного сыра. Смотрите, сметану взбили. Получится сейчас сливочный сыр и все вместе перемешаем. Большие они должны быть? Да. Какая-то форма у них должна быть? Нет. Если мы выкладываем мешочки, форма вообще не имеет значения. Самое главное для нас, если мы их будем выдавливать из мешочка, то тогда, естественно, у нас будет уже определенная форма. А так-то откуда форма возьмется? Это для тех людей, которые делают это в первый раз. Между ними он оставляет большое расстояние. Вот такие вот пирожки у нас получили. Для того, чтобы их начинить кремом и ягодами, надо просто-напросто немножечко продавить серединку и туда в нее уже накладывать начинку. Она получилась сверху хрустящая, а снизу мягкая. Это у нас желе клубники, да? Сверху нормальный цвет крем. Достаточно. Сверху нормальный цвет крем. Хрустящий мягко. До каких-то вкусов. Употребляем. И так далее. Очень вкусно, все. Можно просто свежие ягоды положить. Сейчас зима, где здесь свежие ягоды. Упочеваем все. Убавляем. Это же на одну неложимого. Пирожные люди, которые впервые попытались сделать это пирожное. Воздушное. Оно названо в честь Балерини Павловой. Типа диетический, что ли? Ну да, тут же дядя Белоком, но не поточки нет.